Милосердие Ну так сказал Вот Человек Записан в Священном Писании А я думал, что И вот в этот вечер Его милосердие тоже обновилось Над нами И оно обновляется не только утром И вечером обновляется И у нас сегодня Еще доброе время Еще лето спасения Мы можем рассуждать Молиться И как мы уже знаем Что в воскресенье Мы будем вспоминать страдания Нашего Господа Иисуса Христа Вот Готовиться к этому служению Не подходить легкомысленно Чтобы Получить нам От этого Служения И от приобщения к крови Иисуса Христа Пользу И благодать Я прочитаю Место Писания Оно недавно читалось У нас Такое свежее Еще знаете В нашей памяти Мы вспоминали Воскресенье Иисуса Христа Я прочитаю Я прочитаю Это от Иоанна 20 глава С 19 стиха В тот же Первый день Недели Вечером Когда двери дома Где собрались Ученики Его Были заперты Из опасений От иудеев Пришел Иисус И стал посреди И говорит им Мир вам Сказал это Он показал им Руки и ноги И ребра И ученики Обрадовались Увидевшие Господа Иисус сказал им Вторично Мир вам Как послал Меня Отец Так и я Посылаю вас Сказав это Дунув И говорит Им Примите Духа Святого Кому Простите Грехи Тому Простятся На ком Оставите На том Останутся Фома же Один из двенадцати Называемый Близнец Не был тут С ними Когда приходил Иисус Другие ученики Сказали ему Мы видели Господа Но он Сказал им Если не увижу На руках Его ран От гвоздей И не вложу Перста Моего В раны От гвоздей И не вложу Руки Руки Моей В ребра Его Не поверю После восьми дней Опять Был в доме Ученики Его И Фома С ними Пришел Иисус Когда двери Были Заперты Стал Посреди Их И сказал Мир Вам Потом Говорит Фоме Подай Перст Твой Сюда И посмотри Руки Мои Подай Руку Твою И вложи В ребра Мои И не будь Неверующим Но Верующим Фома Сказал ему В ответ Господь Мой И Бог Мой Иисус Говорит ему Ты поверил Потому что Увидел Меня Блаженны Не Видевшие Но Уверивавшие Братья Сестры У нас Может быть Не было Такой Встречи Как У Фомы Но Мы Поверили Господь Нам Открыл Спасение И Слова Иисуса Христа Говорит Что Мы Блаженны Ну В том Смысле Счастливы Счастливы Братья Сестры Вот Я Прочитал Отрывок Ну Может Две Минуты Да Может Минута Всего Лишь Но Я Думаю Что Время Общения У Учеников Было Больше Христос Когда Явился Не на Одну Минуту Ну Вот Так Записал Иоанн Лука То же самое Событие Описывает Что Христос Кушал С ними Там И Говорит Что Дух И Плоть Дух Не Имеет Плоти И Костей Вот Можете Меня Потрогать Он Показал Им Раны Было Какое-то Общение И О чем-то Они Разговаривали Вообще Знаете Братья И сестры Если Вникнуть Конкретно Вот То Что Я Прочитал Если Чуть Выше Взять И Вот Эту Всю Картину Посмотреть То Оно Было Вот Так Знаете Рано Утром Воскресенье Пришли Женщины Чтобы Помазать Иисуса Христа И Его Не Нашли И Вот Мария Когда Увидела Иисуса Христа Воскресшего Рано Утром И Он Говорит Не Дотрагуйся До Меня Я Еще Не Восходил К Своему Отцу А Говорит Пойди Скажи Братьям Что Вы Видели И Они Пошли Рассказали Ученикам И Вот Смотрите Тут Написано В тот же Первый День Недели Вечером В этот же День Вечером Вот Утром Христос Общался С Мария И Говорит Не Дотрагуйся До Меня И В этот же День Вечером Иисус Христос Уже Был С Ними И Можете Посмотреть Рано Все Все Как Есть А Утром Вот Почему-то Еще Нельзя Было До Него Дотрагиваться И Все Таки О Чем-то Они Беседовали И Рассуждали И Вот Тут Написано Дальше Это Уже Деяние Я Прочитаю Это Первая Глава Я Всего Лишь Третий Стих Которым И Явил Себя Живым По Страдании Своем Со Многими Верными Доказательствами В продолжении Сорока Дней Являясь Им И Говоря О Царстве Божьем Братья и Сестры Вот здесь Писание Немножко Дополняет Что в Течение Сорока Дней До Вознесения Когда Христос Являлся Ученикам Он С ними Беседовал О Царстве Божьем Потому Что Это Была Цель Всей Миссии Иисуса Христа Когда Он только Вышел На Миссию Написано Что С чего Он Начинал Свою Проповедь Покайтесь Ибо Приблизилось Царствие Божие Вот Это Цель Иисуса Христа Чтобы Мы С вами Могли Иметь Вечную Жизнь Как Написано Что Дабы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную И Он Много Проповедовал Об этом И Заботился Чтобы Имели Вечную Жизнь Вы Знаете Вот Написано За апостола Павла Когда Он Пришел В Рим И Пришли К нему Иудеи И Говорят Мы Не писем Не получали От тебя Никаких Сведений А вот Учение О котором Ты говоришь Оно Ну Многие Спорят И мы Хотели С тобой Побеседовать И Посмотреть Как ты Мыслишь Как ты Рассуждаешь И Он Назначил Им Время Говорят Приходите И Они Пришли К нему В гостинице Где он Находился И Написано С утра До Вечера Он Им Изяснял Учение О Царстве Божьем О Царстве Божьем Братья и Сестры И это Тоже Наша Цель Наша Цель Иметь Царствие Божье Чтобы нам Свободно Открылся Вход В Царствие Божье И Для того Чтобы мы Имели Вечную Жизнь Христу Надо было Пострадать Это Не так Легко Написано Что вы Куплены Дорогой Ценою И мы Будем Вспоминать Смерть Иисуса Христа Но Вы Знаете Есть еще Так Написано В Царстве Божьем Что Царство Божье Это Не Пища Питье Но Это Праведность Мир И Радость Во Святом Духе И Вот Одно Из Качеств Это Мир Написано Имейте Мир Со Всеми Людьми Если Возможно С вашей Сороны Имейте Мир И Святость Без Которой Никто Не Увидит Господа И Вот Здесь Христос Когда Пришел Он Первые Слова Сказал Мир Вам Мир Вам Христос Говорил Что Придите Ко Мне Все Труждающие Обремленные Я Успокою Вас Я Дам Вам Покой Ну В том Смысле Что Вы Будете Иметь Мир Братья Сестры Самый Главный Мир Это Мир С Богом Вот Я Приведу Вам Один Пример И Вы Многие Почувствуете Этот Мир Который Был В Вашем Сердце Помните Вот Ну Я Не Помню Сколько Года Два Или Три Пошли Такие Слухи Что Будет Конец Света Там Где-то В Мексике Май Где-то Они Нашли Там Будет Какой-то Парад Этих Звезд Как-то Они В одну Линию Выстраиваются И На этом Заканчивается Время И Конец И У нас На Работе Там Некоторые Американцы Рассуждали Как-то Переживали Там И Мы Из Новостей Слышали Что Там Проблемы Были Кто-то И Закуплял Какие-то Продукции Где-то Ну Некоторые Переживали Братья и сестры Ну вот я Я смело Могу сказать Что Ну у меня Ни одна Жилка Не дернулась Что это будет Пришествие Иисуса Христа У меня был Ну Сто процентовый Сто процентовый Мир И покой на сердце Я даже Мне было смешно Думал Ну как люди Могут так Обольщаться И я тоже Вот стоя За кафедрой Братья и сестры Вот был Тогда мир А вот Если Я бы Сейчас Мне сказали Что Вот завтра У тебя Встреча С Господом И я Не могу Сказать Что у меня Ни одна Жилка Не дернулась Я бы Начал Пересматривать Господи Вот И там Я еще Не так Что-то И там Вот и там И вижу свое Как бы Несовершенство Знаете А Христос Говорит Мир вам И ученикам Второй раз Говорит Мир Вот этот Мир с Богом Он дает Покой на сердце Вы помните Как Симеон Пришел в храм Увидел Христа И Симеон Знал Что когда он Увидит Христа То он Скоро умрет И он Благословил Христа И он Не запереживал А он Сказал Такие слова Ныне С миром Отпускаешь Меня Владыка Ибо Видели Отче Мои Спасение Твое Вот Представьте Братья и сестры Когда Нам Врачи Говорят Что Вот У тебя Смертельная Болезнь И Сможет ли У нас Так вот Сердце Сказать Ныне С миром Господи Я услышал Эту Весть Вот Этот Мир Братья и сестры Который Дает Бог Вот Он Дает Покой Братья и сестры И Пусть Господь Нам Поможет Вот Искать Этого Мира Стремиться К Нему Вот Написано Так Братья и сестры Я Прочитаю Это Пятая Глава Коринфянам Девятнадцатый стих Потому что Бог Во Христе Примирил Собою Мир Не Вменяя Людям Преступления Их И дал Нам Слово Примирения Итак Мы Посланники От Имени Христова Как бы Сам Бог Увещевает Через Нас От Имени Христова Просим Примиритесь с Богом Ибо Не Знавший Греха Он Сделал Для Нас Жертву За Грех Чтобы Мы В Нем Сделались Праведны Пред Богом Братья и Сестры Вот Так Записал Апостол Павел В Другом Месте Написано Что Христос Вот Непосредственно Христос Это Есть Мир Наш Вот Он Источник Мира От Которого Мы Должны Черпать И Без Христа Мы Не Можем Иметь Мир С Богом Как Петр Сказал Что Нет Другого Имени Под Небом Нет Только Вот В Имени Иисуса Христа Мы Имеем Спасение Братья и Сестры Опять Так Знаете Вот Невозможно Иметь Мир С Богом И Не Иметь Мир С С Кем-то Вот Если У меня Нарушился Мир С Женою Или С Кем-то С Другим То Он Автоматически Нарушается И С Богом Автоматически Вот Написано Что Плод Правды Сеется У Тех Кто Хранит Мир А Кто Мир Не Хранит У Того Не Может Сеяться Плод Правды Апостол Павел Говорит Вот Готовится Мне Венец Правды Потому Что Павел Сеял Плод Правды И Он Был Награжден Венцом Правды А Христос Прямо Сказал Что Если Ты Принес К Жертвеннику Дар Твой И Вспомнил Что Кто-то На Тебя Имеет То Не Приноси Потому Что Оно Пользы Не Даст Оно Никакой Пользы Не Даст Если Ты Не Хранишь Мир То Не Будет Сеяться Плод Правды А Царство Божие Это Правда Праведность Мир И Радость Во Святом Духе Если Мы Трудимся Хочем Иметь Награду От Господа Хочем Иметь Спасение От Господа А Мир Не Храни То В Это Несовместимо А Почему Не Храни Мир Потому Что Знаете Вот В двух Словах Это У нас Гордость Потому Что Хранить Мир Очень Легко Попросить Прощения Попросить Прощения У тебя Будет Мир А Иногда Попросить Прощения Тяжело Вы Знаете Я Вспоминаю Своё Детство Вот Не Помню Сколько Мне Было Ну Лет Восем Наверное И У меня Нарушился Мир Я Уже Не Помню С Кем Ну Вот С Кем То В Семье Нарушился Мир Или С Какой То С Сестрой Или Может Вот Сергеем С Братом Я Уже Не Помню И Мне Родители Сказали Чтоб Я Попросил Прощения А Я Говорю Не Буду Просить Прощения Ну Не Будешь Просить Прощения Отец Говорит Вот Садись На Диван И Не Пойдешь Ни На Улицу Никуда Меня Часто Отец Оказывал Он Садил На Диван Вот Если Проверни С Вот На Диван Садись И Сиди Вот В угол Не Ставили На Диван И Вот Пока Не Попросишь Прощения С дивана Не Встанешь И На Улицу Гулять Не Пойдешь И Я Сижу На Диване В окно Смотрю А Там Друзья Мои Бегают Мы В апартментах Жили В Пятиэтажке Большая Пятиэтажка У меня Много Друзей Три Одноклассника Было Моих Одногодки И Они Там Прощения Не Прощу Не Прошу И На Улицу Не И Да Лучше Попрошу Прощения Знаете Как По-английски Говорят Хукер С Этим Кому Ну Надо Попросил Прощения Пойду Гулять И Попросил Прощения И все И пошел Гулять И Вот Знаете Братья И Сестры Вот Это Было В Детстве И После Того После Того Когда Меня Родители Говорили Мне было Вот Как-то Вот Че Ты Должен Просить Мне Кажется Он Тоже Виноват А Родители Разобрались Они Как Постар Что Попроси Прощения Ты Виноват И После Того Мне Стало Легко Просить Прощения Братья И Сестры Ну Это В Детстве И Вот На Улице Погулять А У нас Царствие Божие Хорошо Когда У нас Есть Время Написано Что Он Силен Нас Подставить Пред Собою Непорочными Хорошо Это Когда У нас Есть Время И Мы Можем Помыслить О Претерпевшем Над Собой Такого Поругания Примириться С Богом Но Ведь Бывает Такое Что Нет Времени Человек Ехал На Машине И Все И Все Попал В Аварию Умер И Если Ты Не В Мир То То Что Я На Улицу Не Пошел Гулять Какое То Время Это Мало А Вечная Жизнь За Которую Страдал Иисус Христос Чтобы Мы Ее Умели Заплатил Великую Цену Большую Цену Заплатил И Для Нас Это Все Напрасно То Пусть Господь Нам Поможет Брать И Сестры Знаете Вот Стремиться Написано Мира И Стремись К Нему Братья Сестры Знаете Вот Иметь Мир Со Всеми Это Любви Обильное Сердце Которое Наполнено Любовью Вот Как Вы Думаете Долго Ли Маме Или Отцу Вот Мы Плотские Сказать Ребенку Прощаю Если Он Пришел И Попросил Прощения Очень Легко А Почему А потому Что Мама Любит Своих Детей Дай Мама Прощает Без Без Прощения И Не надо Просить Сегодня Ребенок Огорчил Завтра Мама Забыла Потому Что Любовь А у Нас Порою Мы Можем Обижаться Друг На Друга Какие То Проблемы Вот А Писание Говорит Когда Простоите На молитве Прощайте Как И Христос Простил Нас Братья Сестры Вот Чтобы иметь Царствие Божие Нам Нужно Иметь Мир С Богом И В это Воскресенье Мы будем Вспоминать Какую Ценою Досталось Для Нас Спасение Вы Знаете Это Единственное Ну Я Думаю Что Это Самое Высокое Служение Которое Есть Вот На Земле Это Единственное Служение Которым Христос Заповедовал Чтобы Это Делали И Он Так И Сказал Что Сидя Творите Мое Мое Воспоминание Доколе Я Приду Чтобы Народ Все Помнил О Страдании И О Пролитой Крови Иисуса Христа Я Еще Прочитал Братья И Сестры Вот Это К евреям Записано 10 Глава 28 Стих И Ниже Если Отвергшись Закона Моисея При Двух Или Трех Свидетелях Без Милосердия Наказывается Смертью То Сколь Тягчайшему Думаете Наказанию Повинен Будет Тот Кто Попирает Сына Божия И Не Почитает За Святыню Кров Завета Который Освящен И Духа Благодати Оскорбляет Братья и Сестры То Смотрите Как Писание Говорит Что В Старом Завете Если Кто-то Ну Плохо Сказал О Моисее Или о Законе Такой Человек Написано Без Милосердия В том Смысле Не Рассуждая Не Рассуждая Его Побивали Камнями Насмерть Насмерть И Павел Пишет Что То Как Вы Думаете Насколько Будет Наказуем Еще Больше Тот Человек Который Не Почитает За Святыню Кров Завета Ну Знаете Как Сказать Легкомысленно Подходит К этому Служению Легкомысленно Живет Себе Как Зря Как Зря И Все Раз О Хлебопреломление Пошел На Хлебопреломление Написано Нашего Кто Не Рассуждает Об Этом Тот Виновен Против Крови Иисуса Христа И Пусть Господь Нам Поможет Братья И Сестры Знаете Вот Все Таки Рассуждать Рассуждать О том Какой Ценой Мы Куплены Дорогою Ценою Вот Если Как Уже Передо Мною Брат Говорил Примириться С Богом Попросить Прощение Кому Надо На Исповедание Сходить На Исповедание Ведь Христос Не Оставил Тупика Он Дал Выход Он Сказал Что Я Купил Вас Дорогого Ценою Если Если Кто Согрешил Вот Есть Выход Написано Он Будучи Верен И Правен Простить Нам Если Мы Исповедуем Грехи Свои И Это Все В крови Иисуса Христа И Она Не Потеряла Силу И Как Я Уже Говорил В Это Воскресенье Мы Будем Вспоминать О Христовых Страданиях Какого Дорогой Ценой Он Купил Нас Написано Что Вы Куплены Драгоценной Кровью Драгоценной И Вот Когда Мы Будем Совершать Это Служение Да Поможет Нам Господь Братья Сестры Знаете Вот Бодрство Тут Написано Так Что Бодрство И В Молитве Ну В том Смысле Вот Я За собой Замечал Бывает Молишься И Раз Мысль Куда То Пошла И Возвращаешь Себя Назад Возвращаешь Вот Это Называется Бодрствование И Хотелось Бы Так Сказать Чтобы Мы Бодрствовали Вот Будет У нас Воскресное Служение Чтобы Мы Бодрствовали Все Служение Уходит Мысль Куда Возвращай Ее Возвращай На Голгофу И Рассуждай О Крови Иисуса Христа Рассуждай Чтобы Нам Не Подходить Легкомысленно Пусть Господь Нам В этом Поможет И Сейчас Мы Будем Молиться С Желанием Моего Сердца Прежде Сего Прославить Иисуса Христа За То Что Он Сделал Для Нас Что Он Избрал Нас К Вечной Жизни И Это Его Цель Чтобы Все Мы Достигли Вечной Жизни Вот За Вот Это Мы Прославим И Попросим Благословения У Него На То Служение Которое Мы Запланировали Делать Воскресение Вспоминать Страдания Иисуса Христа Чтобы Это Служение Было Для Нашего Спасения Для Нашей Радости И Для Славы Господа Нашего Иисуса Христа Пусть Господь Нам во Всем Поможет Ему Вечная Слава Аминь Помолимся Боже Праздник Хвала Тебе